здравствуйте дорогие мои друзья сегодня приготовлю пасхальный венок и замесила для него каравайное тесто это уже проверенный рецепт под видео вы обязательно найдете рецепт с точным количеством продуктов на эту порцию и ссылочку на его приготовление это не домашний рецепт производственные проверенные тесто очень удачное и так тесто у меня уже постояла сейчас нужно сделать вторую обминку смотрите какое оно красивое коврики ничем не смазываю тесто я замесила не очень мягкая такой средней консистенции для того чтобы веночек держал форму вот такое вот оно получается гладенькая не очень мягкая но и не забитая мукой и дам ему еще раз постоять около получаса пока тесто подходит я приготовлю белое тесто для украшения и начинку для теста мне нужна холодная вода именно холодная не теплая чтобы она не быстро подходила и не перекисала дрожжи и мука 2 столовые ложки холодной воды и пол грамма прессованных дрожжей если у вас весы не взвесят пол грамма возьмите совсем чуть-чуть хорошо все размешиваем добавляю сюда столовую ложку муки набрала вот так вот с горкой вот видно что это тесто очень мягкое добавляю сюда еще ложку муки это тесто должно быть похоже на пластилин вот такое вот плотненькая чтобы удобно было с ним работать не забитая конечно мукой но плотненькая тогда у вас и украшения получатся тоненькие нежные будут хорошо сохранять свою форму домешиваю рукой помешиваю всю муку это тесто заблаговременно замешивать не надо вот когда у вас уже почти готово сдобное тесто тогда замешивайте белое чем меньше она подходит тем легче с ним работать вымешиваю его до гладкости до однородности на столе вот такая вот получается консистенция очень похожа на размягченный пластилин который вы уже согрели в руках заворачиваю в пленочку чтобы она не засыхала это тесто готово теперь можно приготовить начинку для начинки я взяла по 50 граммов ореховой крошки мак и изюм изюм предварительно промыт и просушен мак у меня из морозилки на канале у меня есть видео приготовление маковой начинки мне очень нравится этот рецепт потому что мак можно приготовить не на одну выпечку вот таком вот сухом перетертом виде его можно заморозить он хранится очень хорошо и долго вот сколько вам надо столько он и пролежит в морозилке смотрите он не становится влажный такой вот сухой рассыпается и приготовите начинку из него такую какую вы хотите в миске смешиваю мак орехи перемешиваю добавляю сюда здесь у меня столовая ложка сахара и чайная ложка ванильного сахара мне кажется что это мало будет для сладости сейчас перемешаю попробую если что-то добавлю сахар вы уже готовьте по своему вкусу насколько сладкую начинку вы любите теперь для сочности добавляю яичный белок хорошо перемешиваю до однородности и для жирности добавляю 20 граммов размягченного сливочного масла изюм с начинкой не смешиваем так она лучше растянется по тесту а сверху начинки потом уже рассыплю изюм вот такая вот получается начинка смотрите она не жидкая очень вкусная с такой начинкой можно сделать и пирожки она не потечет лепить будет удобно и надо приготовить еще форму выпекать я буду вот такой вот стеклянной форме и диаметр 24 сантиметра высота четыре с половиной сантиметра обязательно покрою пергаментной бумагой вот такой вот серединку обязательно надо что-то поставить если у вас есть металлическая форма конечно пользуйтесь металлической но такая тоже хорошо держит форму пока я все приготовила тесто поднялось белое тесто тоже подходит видите как оно надулось немножко смазываю коврик растительным маслом и раскатываю тесто сразу раздавлю его руками и теперь раскатываю скалкой раскатать надо в пласт прямоугольной формы немножечко его поправляю руками растягиваю чтобы форма была более правильная и раскатываю время от времени смазываю коврик тесто тогда легче разъезжается и конечно же быстрее раскатывается пласт надо раскатать длиной 60 сантиметров это для моей формы вы же замеряйте свою форму какая длина вам нужно теперь переворачиваю тесто гладкой стороной вниз и снова раскатываю чтобы тесто раскатывалось полегче можно ему давать немножечко полежать вот раскатали чуть-чуть и дайте ему хотя бы полминутки полежать клейковина расслабиться тесто раскатается полегче так ну вот получился нужный мне размер длина 60 и ширина или как сказать 32 толщина пласта пол сантиметра немножечко подтягиваю колочки выравниваем и теперь можно уже смазывать начинкой смотрите она не потекла остается такой же консистенции какой я ее приготовила и теперь смазываю тесто начинкой на две трети начинку наношу тонким слоем очень много начинки не надо потому что при выпечке она тогда выделяет много пара изделие поднимается а после выпечки оседает теперь сверху посыпаю изюмом равномерно по всей площади вот теперь это тесто которое я оставила без начинки разрезаю его на полосочки шириной где-то по полтора сантиметра можно его разрезать полностью все по полтора сантиметра но я хочу его украсить украшать его буду с четырех сторон поэтому посередине здесь по бокам оставляю полосочки более широкие разрезаю сразу именно по этим полоскам удобно это делать вот таким вот ножом но можно взять и обычный и разрезать тесто удобнее пока еще этот рулет не скручен вот теперь скручиваю рулет плотненько чтобы сюда не попадал воздух немножечко подтягиваем и закручиваю сильно подтягивать не надо натягивать тесто чтобы она разрывалась не надо так вот почувствовали плотненько и достаточно смотрите рулет получается ну пока что это рулет получается он одинаковой толщины по всей длине потому что тесто было раскатано равномерно теперь это украшение поправить немножечко его подтянуть совсем чуть-чуть и закручиваю рулет если где-то что-то получилось неровно все это можно поправить получается вот такой вот рулет теперь из его нужно сделать веночек немножечко увеличу чтобы вам лучше было видно перенести его надо форму сразу перекладываю на пергаментную бумагу можно немножко подтянуть выровнять но уже сами поймете где что вам надо подправить теперь его надо форме поправить так чтобы он лежал равномерно чтобы и от стеночек вот здесь вот было место куда ему подходить со всех сторон и в середине поправляю его еще раз делаю в тесте несколько проколов чтобы при выпечке было туда выходить пару и осталось только украсить венок отрезаем кусочек теста небольшой и раскатываю тонкий шкутик так как мне листики нужны тоненькие не широкие нежные поэтому и шкутик надо раскатать потоньше желательно чтобы он был одинаковой толщины по всей длине тогда при раскатке у вас получатся листики тоже одинаковой ширины раскатываю потоньше потому что после выпечки это тесто остается твердым кушать его не очень приятно так что когда украшаете белым тестом старайтесь украшение делать более нежные более тонкие и не очень большие по размеру вот так вот нарезаю его на листики наискосок и листики делаю совсем небольшие теперь каждый листик надрезаю с двух сторон раскладываю их на вот эти вот полосочки которые оставляла пошире между листиками будут цветочки вы можете украсить так как вам нравится вот такое вот у меня получается украшение нежное его немного правда с этого белого теста можно сделать и цветочки но делайте их тоже тоненькие в виде ромашечек можно их раскладывать по всему веночку украшать его уже так как вам нравится как у вас разыграется фантазия как вам захочется накрываю венок пленкой и оставляю для подъема так веночек подходил полчаса смотрите какой он стал красивый большой пришло время его смазать разведенным желтком желток я развожу водой под видео конечно я оставлю ссылочку на приготовление смазки для красивой колировки в общем под этим видео будет много ссылок ищите что вас интересует заходите смотрите и готовьте с удовольствием кстати вот таким вот белым тестом украшать изделие можно уже и после смазки подошедшие тогда после выпечки оно получается более белое но не блестящее так что выбирайте какой вам вариант больше нравится или чтобы оно блестело или чтобы было более белое все теперь я его ничем не накрываю постоит пока подсохнет смазка и буду выпекать венок испекся выпекался он 45 минут при температуре 180 градусов это в моей газовой духовке выпекала я его на самом верхнем уровне насколько это позволила высота веночка и если у вас такая духовка как у меня с подогревом только снизу значит ставьте форму еще на листик между листиком и формой можно простелить фольгой тогда донышко не так подпекается такой вот он получается румяный красивый украшение видно смотрите как он ровно испекся еще печет в пальце дам ему немножечко остыть минут пять потом достану из формы и оставлю до полного остывания чуть не забыла сказать на готовность я его проверяла деревянной шпажкой на выходе шпажка сухая значит венок испекся вам для выпечки может быть понадобится другое время это уже приспосабливайтесь к своим духовкам учитывайте их особенности проверяйте тоже шпажкой на готовность так как этот венок с начинкой начинка дает влагу и поэтому пропекается он немножко дольше чем изделие из одного теста так что следите за выпечкой проверяйте на готовность так ну вот венок немного остыл форму уже можно держать в руках очень хорошо выпекать на пергаментной бумаге давайте посмотрим какое получается донышко оставляю его на решетке до полного остывания для украшения венок полностью остыл но для того чтобы его разрезать этому тесту конечно лучше дать выстояться это каравайное тесто и на второй-третий день изделие из него становится еще вкуснее так что можете этот венок приготовить заблаговременно за день-два до пасхального воскресенья я вот убрала среднее кольцо тесто все-таки здесь не колируется но главное что оно пропеклось я думаю если бы все-таки в середине была металлическая форма тесто заколеровалось бы середину этого веночка можно украсить так как я украшала в прошлом году сейчас на экране появится подсказка если вы не видели как я готовила в прошлом году и украшала венок зайдите посмотрите ну а в этом году я просто его украшу вот таким вот цилиндром из красивой фольги немножечко разровнять и вот теперь уже можно украсить так как вам нравится получается аккуратно красиво в середину можно придумать любую пасхальную композицию или же испечь маленькую пасочку поставить середину и украсить ее уже по своему вкусу для украшения мне понадобятся вот такие вот цветы я готовила сахарную глазурь мне нужна была вот такая вот розовая она у меня осталась и в холодильнике хранится очень хорошо отрезала совсем чуть-чуть разогрею сейчас в микроволновке вот такая вот она становится мягкой и теперь этой глазурью буду приклеивать цветы на венок сразу украшаю по бокам а остальные цветы посажу вот здесь вот по кругу веночком эту глазурь я готовила на желатине вот если она немножечко застывает ее достаточно чуть-чуть подогреть и она снова будет такая вот мягкая с ней снова можно работать вот такой вот веночек у меня получился вы же его можете украсить по своему вкусу добавить глазурь и посыпки украшайте так как вам нравится ну а теперь разрежем посмотрим какой он внутри смотрите какой красивый в разрезе получается венок нигде нет пустоты около начинки так что обязательно прокалывайте перед выпечкой посмотрите какая красота готовьте с удовольствием радуйте своих родных и близких вкусной домашней выпечкой я уверена что такой венок украсит ваш пасхальный стол и конечно же порадует своим вкусом если вам нравятся мои рецепты подписывайтесь на канал спасибо вам огромное за лайки и комментарии всем пока всем удачи